а на занятиях то был нет ничего не слышно не слышно посмотри да 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 я под конец этот уже последнюю часть песни все все слушал разговоры все ну ладно ну вот такой вас но это сейчас так а по что полный комплект послали в америку книги а как вы в америку посылаете книги ты наш на чем а почта на почтамт володя таскать коробки запечатаем а там еще помогут на машину 35 килограмм но я им в подарок еще 6 кистину православия положил я вас тоже потом еще штуки 3 закажу к истинному православию родственникам своим раздать надо если есть у вас больше всего это это есть я их издал дополнительно 3000 экземпляров поэтому меня есть они это единственная книга которая больше всего получилось так ну что там даже 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 это настроение вам портит даже не хочется а счет случилось да нет ничего по по вопросу вот который у нас видео то не записалось не записалось сегодня этого но вырубился помните по автозаписи не было было тут не было оказывается что-то там переменили где-то там меняют не здесь то и не записалось но меня опять направили я попутно сейчас контролирую на дублирую прибором тогда прибор не работал да ну да жалко жалко хороший тогда бесед такая была я на работе был у меня как раз был отдых час ну счет сделаешь а теперь уже все позади надо или не надо может быть и не надо уже раз нету может действительно не надо ночью опять мы сегодня там были и это на сегодняшнее собрание это есть я эту попросил надежу васильеву сесть за столом и все это разыграли опять а ну все тогда ну значит может бог управил да может быть так и есть потому что тут все люди сидят те же самые и все так же было так посадил и дальше все это я разъясняю а люди которые нападают им либо где-то что-то сказать против а ничего у него нету он не понимает даже а почему там так вот почему тут ехали опрокинулся этот у нас прицепта а люди не знают что она ширине было и отсеклась а сзади прицеп не шел ровно у него не два колеса вместе по одному как ножом режет а погружена там 10 или сколько тонн и он прямо эту щель которая со стороны воды то она отошла плотина то она не утоптана потому что тот трактор ты не делал ничего они не понимают что это шофер если бы ехал потихоньку и оглядывался ну ровно бы как сам то он и шел под ним то ничего не случилось а теперь когда с грузом да потянуло едва и там пришлось болгаркой пилить трос хороший трос про пропал никак но она падает с такой высоты тоже всех туда бы тянет они же на ровном месте ставят не за не упираются ни во что юзом идут ну все вытащили слава богу прежде чем что-то говорить вот сейчас я выставил там выставили они на одного священника что тайный педофил то другое а его не видел кто-то новопашин который первый напал на головина это его сейчас уже трепет ну и мне дескать как такому можно не отходить на исповедь агре в первую очередь не верю это может быть монтаж какой-то я сказал на меня не нападает этот называется миссионерский отдел уже бы были но только делов то это я не могу говорить я не стал даже говорить я не молился помолился и со ста поклонами стал отвечать если так смущается сердце избери другого священника и молись я лично мое впечатление что это все вранье ничего этого не было а потом ты если придешь к нему опять на есть пойдет теперь уже скажи так и так что ты искусился и батюшке будет это открыто а он не виновен а как же они же против вас идут а вы за них а меня не надо учить я на молитве это узнаю до конца этого головина там сожрал буквально я ни на что не смотрю речь идет об одном моменте его обвиняют показано и там не поймешь закрытая там съемка синие вранье ему это не надо но они больше не знают где-то я не знаю где-то в детском саду был путин и ребенком могла поза она взяла склонился ему поцеловал живот это педофил сумасшедшие совершенно а тогда даже ошалелое зверьё а вы видели тоже где-то может год назад был случай алтарник записал аудиозапись как какой-то там настоятель монастыря монах домогался до него и стала эта запись в интернете в итоге пальчиков фамилия по моему его и вот это распространили об этом ну этот монах говорит что я очень пожалел что это моя большая была ошибка ну и он пытается совратить алтарника прямо в записи все это слышно его голос и в итоге стал известен всем и архиерей и отправил его куда-то то есть его лишил вот этого всего ну не лишил не сана сану он так и остался в сане его отправили просто другой монастырь послушником и он оттуда сбежал слышали о такой истории нет если что я слышал другую там за когда архиерея было мало денег дали он из него вымогал а то уйдешь на другое место а тот записал начали там это объяснять но это не а не едино же такое было деньги 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 кто-то записал и про одного монаха там тоже он как что-то не не подчинялся они его тогда на наручники приковали его где-то подвале и кормят скудно и все он говорит и сколько будут и нисколько никогда уже не выпустят да ты не унывай говорит ты умрешь как мученик потом говорит твои кости будут разделить и все это пойдет у нас в антиминцы тебя спрячем ну знаете вот как вы думаете по поводу ну вот таких случаев вот что есть действительно вот который доказаны гомосексуалисты доказаны вот есть записи и их сана почему-то не лишают почему их сан это не лишают даже быть извергнуты но внутри меня внутри настолько это противоестественно что мне даже не вмещается и я знаю было да было а яга а внутренний голос говорит этого не может быть этой настолько нельзя настолько дурно настолько неестественно что этого не может быть вот я на таком вот но вы доверен на сто процентов но внутри меня голоса вот этого не может быть это мне вот ваша администрация сейчас письма вконтакте присылает от людей я не знаю они вам присылают или мне мне их надо зачитать вам есть некоторые вопросы тогда все они мне начали присылать тогда я буду уже вам давай озвучивай я сейчас такой вопрос конкретно вот пишет сергей матюшкин город новочеркасск знаете такого да нет а вот заходил у меня что неправильно наши преподают там неладная да 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 вот я сейчас только засчитывал это дескать вы это засчитайте ознакомьте ознакомились чтобы ваши там сергей было они не умеют они 0 они только когда вот вы ведете занятия да 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 вот вот он почему-то такое пишет я не знаю чему не нравится не пойму сейчас засчитал засчитал я тоже вам да вам мы отправили да да он меня в мой мир скину я в моем мире бываю я еще не могу отвечать зачем отвечать не нравится иди другой ищи смотрите также пишет антон тимофеев я вот не знаю вам зачитывали 2 апреля письмо меня зовут антон я занимаюсь съемками документальных фильмов в алтайском крае являюсь независимым режиссером мне интересен как сам край это природа и жизнь людей так и люди которые делают что-то по велению сердца стремясь как-то изменить мир к лучшему вы попали в мое зрение почти случайно сначала на ютубе в моих рекомендациях появилось видео канала вас эти библии открытым оком я понял что мог бы снять фильм о таком как вы и о том и это был бы очень важно интересно как для меня так и для зрителей однако я представить не мог что вы живете совсем рядом и только потом я понял что где-то видел уже вас если не ошибаюсь а именно на крещение где я снимал документальный очерк и вы попали в кадр на несколько секунд скажу сразу что я человек верующий во время творческого стараюсь пользоваться диалектическим материализмом мне хотелось бы побольше понять о том что лежит за гранью материального и послушать в первую очередь людей которые верят искренне к сожалению наше время со стороны официальной православной церкви довольно часто мы видим как какие-то негативные посылы и действия я встречал прекрасных людей среди священников поэтому понимаю что дело не в православии как в таковом но побаиваюсь общаться непосредственно непосредственно в храмы или семинарии для съемок подобного фильма обращаться побаиваться так как отчасти боюсь расчароваться и в то же время опасаюсь возможного давления и непонимания даже когда я просто приходил в покровский собор чтобы пофотографировать несколько лет назад я столкнулся с тем что мне не верили что я хочу просто поснимать что мне нравится фактура собора культура посещения храма и тому подобное в общем иск искал какое-то двойное дно ну они так думали так наверное много уже я написал поэтому скажу кратко хотели бы вы поучаствовать документальном фильме в качестве ключевой фигуры рассказать о себе я христианцы через призму собственных взглядов и убеждений через призму собственных взглядов не через призму библии здравствуйте и и вот тогда если может я бы хотел приехать к вам в потеряевку допустим на три дня и поснимать с вашего позволения жизнь общины также вы могли рассказать то что посчитаете нужным под запись я понимаю что у вас все строго поэтому хотел бы заранее узнать какие мне нужно будет выполнить правила и будут ли ограничения будьте добры расскажите пожалуйста буду ждать ответ был бы хорошо если бы удалось если мне удалось все отснять уже в мае ну мое понятно не получится ну первое что ему посоветовать пускай он то что ему кажется годным для съемок где-то поищем другом месте усиленный интернет широкое поле чтобы ему было чем сравнивать если он что-то найдет тогда мы ему и не потребуемся что ему главное то вот отец владимир рассказал мне главное в общинах как в нашем советское время общину образовать он один отец владимир сидит головину так вот тут главное община вот община как это то другое он здесь увидит какая трудность в этом что есть я ему скажу это не трудно совсем но одно условие очень строгое надо было родиться свыше остальное за этим идет а у них этого никогда не было него ни у кого и поэтому он спрашивает он нутром чувствует что что-то не то а что не то а как это то вот этого не знает вот пускай со всеми пройдет а сейчас допустим до шахматова это игра что он где встречается говорит и зайти зайти лайки борется но работа это явно не ранее рабочий мужик то он не свободное время занимается именно так все время адрес посылаете деньги адресы кому и все говорят это видят люди какой верующий то он себя я первый был даже я себя не считаю верующим я не православный а тут сразу воскурился прям не достанешь его вот пускай он где-то еще пачит вы сначала ответьте ему выделите что вас еще больше всего интересует и тогда я могу сказать есть это или нет у нас а то еще будете ходить скажите а я разочарован а вы искали не то что нужно а я могу ты сказал он узнать то что как это все вот вместе и как такая дисциплина и почему вас все в церковь ходят все ну что-то такое вот примерно бы если он искал тогда я увижу что дома могли бы побеседовать а так пока и говорит то не о чем я его программу не знаю что он ищет пусть сначала посмотрит фильмы которые она сняли на нашем сайте три фильма государственных один занял первое место на международном киноконкурсе второй первое место в россии и третье малашинский второе крещение легла свопиющего пустыне это моя биография и когда он там посмотрит то может быть ничего и не надо уже все сказано сделано конечно давно много времени прошло много нового материалу ну пускай он сначала вот так такой путь пройдет и когда он увидит что нигде больше этого нет и этого не сниму никогда вот тогда вы продвинете фильм вот ко мне сюда вот я сижу вот квартире с этой домишке при при же привели режиссера с тем режиссером который снимал у нас два фильма вот эти знаковые первое место заняли чтобы я им помог как основная фигура трассу готовят как во время гулага это все было я говорю вы понимаете кому пришли я если буду в этом фильме фильм то вас никто не пропустит я никому не буду угадать это угождать я буду отвечать как есть вы готовы к этому то он мужик правильно задумался я буду так что знаете вы уже многое сняли у вас все пропадет я когда был в локалке в лагере и там врач татьяна прокопина хорошо ко мне относилась и она сделала вечер памяти владимира семеновича высоцкого закрещенном я вам не можно выступить что вы я столько времени готовилась вы сразу все разрушить и этого хорошо относилась ко мне спасала меня я говорю какой взяли то наркоман пьяница блудник совершенно бесцельный бесноватый бы к нему являлся демоном постоянно все об этом пишет я в биографии очень хорошо знаю и ну хрипит там у нее не голоса ничего нет но он бы болевых точек касался и поэтому к нему так относились он допустим говорит о зэках как будто он там сидел а летчика говорит как будто самом деле он отдавал всю душу в это а так то у него и я прослушал до летчики да и в районе там будут у бога но он не знаю чем милит языком то в район будет там летать от живем уже 20 скатился так и здесь ты что ищешь может быть тебе легче всего со владимиром встретиться там или шахматовым или еще с кем-то выпускай выделит моменты что ему нужно если скажешь я ему спрошу чтобы он да если все желаете чтобы было по библии строго по указаниям господним чтобы не на руками махать не так близко чтобы только воздух молотить павел говорит а наверняка тогда ты пришел в нужное место а если просто интересно поснимать нам это лишние люди не нужны там уже снимали и разный малашин кузнецов это очень известная малаша назвали мозг новосибирской документальной киностудии больше ста фильмов снял документальных не артисты играют вот она вам не снял златоус из потеряевки фильм называется он первое место в россии взял а там было говорит при присвоении три епископа профессора в гика это не довольно так компетентная комиссия вот ему так ответить скажи я переговорил и мне сказали что у вас программе что вам нужно или просто чтобы не было хоть через голову кувыркайся тебе интересно конкретно на пустяки я не буду размениваться если вы где-то найдете то что ищете то зачем тогда сюда и сита если вашей программе будет то что вы уже пережили и вам хочется узнать вот отец владимир ну как общину можно образовать вот об этом я и буду с ним разговаривать как образовать общину он не мог создать ее он не верит в это я это вас еще в семинаре слышал в семинаре он когда учился уж лет может 30-40 назад 30 то конечно есть наверное а может 20 ну вот так а расскажите он как с вами связался кто так позвонил что ли прям вы с головиным разговаривали недавно да я разговаривал он разговаривает шахматовым а шахматов за засчитывает вопросы которые ему присылают и он защиты обогнать и лапки не вы же видели это нет я видел я думал он еще отдельно вам позвонят отдельно у меня ни разу не звонил у меня с ним не было встречи дни по скайпу и в яви он примерно приезжает 5 вечером к нам уже уточнено я сказал что и должны иметь они чтобы не ошиблись это 5 июля до июля а седьмого будет крещение хочет чтобы на крещение быть а я говорю вы с ним поговорить и кто это чтобы он приехал принял крещение сам я потому что ему писал я ему писал насчет еще когда вначале насчет крещение по поводу игру я крапленый мне чё делать и от него я ответ там получил что типа все нормально не надо ничего но я не пойду тогда у него нет крещения полного у нас яра монахи кого только не было приезжает и мы говорим пусть патриарх приедет покрестится у него все по-другому пойдет да вот такой еще вопрос вот я сейчас в частный дом переехал и у меня стал вопрос со временем я не знаю как времени очень мало надо все очень грамотно планировать и вот как правильно так все распланировать чтобы хватало на все время на тот заранее так вопрос я никогда нет и не отвечаю у меня я не не теоретик практик я в 4 40 определенные всегда стою а дальше как время идет выходить время чтобы с собой не бороться задачи какая у тебя работа есть когда ты уходишь с собой маленькие выписки сделать так володя уных скотчем обтягивает пришел крест ставить и показал там ошитые картоном и ветром раздуло и картона такие там уже со многослойный то и он туда везде навтыкала эти свои которые написал то и сам делать время от времени опять прочитает и заучивает не сидит на свежем воздухе работает и заучивает он все от меня слышал как мы делали и вот так писание во свете библии вот и вот так так рассматривая все посмотреть чего то можно убрать вот так сам себе хронограф поставь вот я работаю на работе это мостопой 140 строим большие корпуса дома я всегда как-то отдельную работу брал и иногда бывало напрашивался вот когда станки готовят большие и нужно куда она стоит на фундаменте бетонный а тут оставляется туда отверстие так они на конус идут куда эти штыри будут толстые такая арматурина и здесь они будут проткнуты в станки прикрученные и чтобы она держала никуда не шатала вот как делают они а дерево то эти которые делают трубочки опускать ну вот как меня видно нет пример вот такой вот а я 20 сантиметров меньше 15 и такие туда опускают и бетонируют а потом надо вытаскивать как начать вытаскивать а дерево-то разбухло его никак и вытаскивать и поэтому часть фундамента отваливается это там это очень плохо очень но я начальнику то подошел и говорил вам нужно чтобы было чисто сделано нигде трещины не было но это не как уже сколько делаем и все так игры если я сделаю а как вы сделаете это не ваша забота и сколько вы сделаете я были сколько за день сделайте столько да это невозможно но я договорюсь я с вами договариваюсь и вы но сколько человек работает двое я один один до 1 и сколько сделать еще раз говорю сколько и сделали вы им сколько стали процентов 100 и мне ставьте 100 если у меня будет не больше 120 300 вы столько поставить он говорит да процент я брать не буду вы мне выведи на бригадный а он будет в два в три раза больше чем бригадный а эти дни которые высвобождаются то вы мне дадите я поеду деревню у меня лагерь там работает ну конечно будет ропот его не то ему ставят он будет хорошо я взял только коэффициент 2 у него 300 процентов у нас 105 я делю пополам и теперь он все равно за два дня будет один день работает и будет по 150 да нет тогда пускай в общей каши то есть этими своими процентами их подтягиваю на весь сказки все замолчали больше ничего а как вы делали мой секрет он пришел блестить все ни одной трещины и сколько сделал я все вы все вытащил вытащил рядом лежат почти сухие и все я любую работу смотрю так вот сколько она будет стоить столько то меня отдельно выделить я не хочу ни с кем работать пол застелить он столько так квадратов и вот это все ну явно видно работа на одной работе на другой на третье везде у меня процент в два-три раза двести восемьдесят триста процентов это невозможно и девчонку прислали она села и смотрит за мной наблюдает и по часам сравнивать что я делаю но я пошел и несу с собой там обрывки рубероя да вы куда пошли я когда тот конец корпуса мне там нужно посмотреть там как покраска идет и а это зачем я несете я говорю а там ветер сильно дует а нас туда скоро переводит я сразу забью окна она подъявилась записал то есть работа еще нету а я туда унес его там по доске спрятал и заранее сделал свободное время приходят у них комнатах там работать нельзя у меня все нормально я посмотрел где антисептики лежат что как делается то есть заранее нет я обдумаю ни одного шага лишнего нет вы на работу идете где попутно что-то купить надо в какое время когда обед сделать когда прийти чтобы дома кто есть там они взяли нас на основу вару володи нету основной работы я делаю счастье варю варю картошку того же кашу кормлю кошек сам ем один я никому не позволяю чтобы у меня тут это ну бывало когда-то приносят а я нет я сам сделаю волон это был я свободе но вот вот вы составляете да у вас про план и вот я вот тоже допустим составляю нот его же начинают нарушать отовсюду и вот его надо удерживать иначе он не выполнится вот насколько вот можно то есть тут тебе звонят тут тебя откликает от этого плана но ты вот как это удержать то его просто надо жесткость проявлять что ли нет не всегда понимаете вот это все на растяжках вот я поставил план но обстановка меняются и я не переживаю это то не выполнит это я другой стороны захожу перепрыгнуть нельзя я под нырну под это к этой цели буду подбираться свободно раньше приду на работу или позже уйду но если надо выполнить я его выполню но какая работа вперед будет идти что-то меняется скрытая работа я заранее составляю акт потому что придете а тут засыпано дело я или не делал доверяете или вас ждать нет мы вам доверяем значит кабель я провожу здесь все он засыпанный будет в трубе лежать вот такие вот вопросы и тут никак нельзя сказать надо быть на месте и смотреть конкретно я скажу тебя ты начнешь делать да ты столько на ломаешь дров все близкие поднимутся ты еще сдурел мужик а ты свободно так чтобы это было не навязчиво привлекательность шестое качество лидера шестое она зависит от вашего не от знания умения а именно от привлекательности как это подать почему и окружающие чтобы вы знали и они чтобы не рассуждали об этом ты сразу должен четко и ясно готовый куб вот как нужно делать даже куда кидать землю изъям я показываю я заранее убираюсь и территорию расчищаю почему земля возвращается на прежнее место а когда в траве ее не взять и поэтому как под бритву надо любую поверхность сделать заранее какой инструмент что так точно вот и духовные вопросы сколько тебе нужно с собой взять карман на евангелие есть такое карманная карманы евангелия нет такого я отдал кому-то притом новый завет я могу несколько выслать новый завет с салтырию вместе в карманы нагрудный карман помещается ты стала панчик завернула все раз посчитал считать ежедневно надо запоминать обязательно запоминать книга название ее глава и стих а как запомнить тут я уж не могу сказать кому как дано поэтому обращайся в алфавитном порядке как-то кратко называющего начинать чтобы легко можно было найти с собой компьютер не потащишь а в время его и вообще не было я так и делаю вот я на работу на смену заступаю ставлю себе цель допустим сколько-то строк из псалма выучить и сколько-то стихов из 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 библии и допустим сейчас ставлю целый с разговора с сектантами то есть по допустим вот последовательно по вашей книге я там выписываю себе какие вот послед допустим по поводу креста по поводу икон и последовательно я так этим по цитатам чтобы у меня я мог спокойно оперировать этим это второй вот я сейчас так делаю второй том открытым рукам там все самым подробным образом написано как возникало и до поклонца как было какие отзывы в библии главное запомнить это даты какие сейчас у нас проходит о войне там у меня все когда чудотворная икона тамерлан когда война была сколько все статистика или табакокурение у меня такой материал какие органы поражают какие вещества почему как человек считает он каждому слову верит вы все тогда или еще есть что-то так сейчас еще есть но я не знаю сейчас стоит вообще задавать один мусульманин прям на вас вышел хоть и вам вопрос в кучину задавал разбирать сейчас будем из дарсигов его имя зовут все сколько тут ну тут вопрос а такие вопросы если они по евангелию по библии тогда да если он по своей книге зачем я буду касаться нет в принципе по евангелию хорошо пишет первый вопрос почему христиане едят свинину если иисус не ел разве иисус не пример для подражания в книге левит глава 1 стих 7 8 сказано и свиньи потому и копыта у нее раздвоенный на копытах разрез глубокий но она не жует жвачки не чисто она для вас мясо не ешьте их и трупом них не прикасайтесь не чисто они для вас вот вопрос почему если так сказано почему он остался ветхом завете а в новом завете написано всякое творение божье хорошо и что не остудительно все мы открываем послание к мафею там 25 считаем и и будут люди об этом этом втором послании 31 кажется пишет что будет будут злые духи без бесовское учения запрещающие вступать в брак и принимать пищи то что бог сотворил и поэтому то что он считает это кончилось нынче другое разрешено все павел все позволительно не все полезно не полезно и не не потому что написано потому что она не полезно вообще и поэтому христос пришел как исполнитель закона и показал сегодня различие в пище описано в левит не имеет никакого значения а иисус был иудеев не нам по-другому не мог иисус по плоти как бог весь ответ все понятно ну да закон раз изданы похожий вопрос про обрезание мужское иисус был обрезан почему христиане не готовы негативно к этому явлению относятся хотя данная процедура скорее лечебная используется в медицине для профилактики заболеваний 211 колости на прямо говорится что это было прообразом крещения колости нам открыла мой показал в тысяч не считала вот прочитай для назвать новозаветнее обрезание те это крещение прямо показывает место писания где все иисус молился поклонялся богу отцу об этом есть упоминание многократный и призывал поклоняться других почему бог поклоняется сам себе не сам себе молится отцу сам себе это придумали скажи он три единый вечный бог а вы не верите поэтому ваши вопросы пока в этот вопрос не решите дальше они все в это упираются он как человек и как бог и как по человечеству он смирил себя вы говорится до смерти и смерти крестной и поэтому как человек он не знал когда будет кончина века как бог он знал а как против это нам никогда не понять так написано что он бог и человек а он не верит но и все больше не вопросов нет никаких нас бог послал не доказывать а показать вот так написано все на этом о каком посланники имел ввиду иисус когда говорил придет и наставит вас не о механде ли он говорил когда ждать этого посланника истины если говорю вам принимающий того кого я пошлю меня принимает и принимающий меня принимает пославшего меня иоанна 320 и если любите меня соблюдите мои заповеди я молю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит вы не знает его а вы знаете его ибо он с вами прибывает и вас будет иоанна 4 14 15-17 сие сказал на х находясь с вами утешитель же и дух святый который пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам ну и в общем тут эти цитаты о святом духе он почему-то думает что он подгоняет это к своему руководителю мнение неправильно да тут прямо говорится пара клет написано дух святой его дождались день пятидесятницы а теперь когда говорит копыта глубокие а лошадь почему едите лошадей мне капитане разбоёна у них лошади то питание и руководитель ел и проще зачем как вы можете есть так что насчет пищи скажи мы знаем у кого мордочка в пуху в этот закон свой нарушаете вот и нарушаем нам разрешено новозаветий за закон а ветхозаветий был где-то водителем они ничего не знают ну так и сказано святой дух что мухаммед дух что ли он говорит прибудет вас как он может пребывать вас если это человек по сути тогда что так хватает что попало тут отвечать ящего совершенно кощунствует вот игнать их вот как будем поступать с вопросами тут многие вопросы которые ну вы уже отвечали я просто могу им отправить видео стоит мне мне как бы вас беспокоит насчет них вообще не надо если найдете для меня то лучше кроме этого вопросы ответы ознакомьтесь когда будете считать вопросы которые у нас в этом на сайте на первой странице ну да а еще отвечал так что тут многие как бы выходит и пишут и как бы к вам обращаются говорят давай этот на skype я хочу с вами поговорить я им просто отправляю ваш адрес skype и говорю время в которой заходить правильно конечно один раз можно поговорить а другой раз нет есть которые просто правда словит ничего нету разбираешься когда курит и все никогда не разговаривайте с тем кто курит куриц данный момент брось папиросы скажи или просто выключая все на этом а вот смотрите вот я сейчас в частный дом до переехал у меня тут двор и прочее а я могу уже сделать правило что вот заходить нельзя если человек курит сигаретами там материться нельзя правило который у нас в ко мне заходить заезжать и везде надписи курить на территории деревни запрещаются все ты можешь везде хорошие таблички заказать везде высадить на территории относящиеся к дому курение запрещается да так человек пишет игнать тихоныч я уже к вашей группе так это видимо она уже есть сейчас вот уважаемый игнать тихоныч построил паш посмотрел ваш ролик об инаугурации владимира зеленского в котором вы неоднократно подчеркивали это пишет сейчас скажу кто сергей петров из курска вы подчеркивали что у у него недобрые отзывы такие он не понимает вы этот или нет не знаю петров но послушайте да конечно вы подчеркивали шок они клянутся на библии но о боге не говорят ни слова правильное замечание вот о боге я с вами человеком досконально знающим святое писание и хотел побеседовать и вот он дает свой skype и пишет дело в том что я более 15 лет назад встречался с богом видение наяву бывает видение во сне это я считал вы читали да я что-то ему ответил уже ну все тогда он зашел в мой мир скинул а скинул да этот вопрос я тоже ответил поведением еще тогда сам разберись с ними а судя по тому как было после этого опять после видения пошел пить и блудить до какой-то ясно какой дух тебя повел удаши то пишет и опять пал опять покатился и когда думаю что встал это еще может хуже падение стал оправдывать себя ну да вот человек тоже пишет василий дорогой о господи игнатий тихонович радуйтесь о господи пишет вам рад божий василий мне 31 год вот выцерковлен 17 лет имеют троих детей винчи венчанном браке слава богу за все по совету священников числюсь семинарии заочно на третьем курсе работаю обычным работником торговли сантехникой думаю что ничего в семинаре делать нечего семинаре мне делать потому как священником себя не мыслю не вижу хочу вам выслать свой еще неизданный сборник духовных стихов псалмов буду рад если скажете что что-нибудь назидательное для меня дабы укрепилась душа моя с любовью уважением василий чурсин вот с такими письмами как поступать ни одного еще не ваша нормальное стихотворение было написано по библии ни одного я не в одно стихотворение себе не мог взять хотя многое брал других поэтов у него нет чувства стиха и нет глубины мысли это трата времени то есть вы знакомы с ним уже да это писал может быть они не такое имя его там но тут многие пишут выслать библию там а я им я их отправляю где они сами могут заказать да правильно то есть вот пишет не трехтомник нового завета наша библию да да но нет я вот ими я общаюсь говорю говорю вот есть такой вариант трехтомник тогда уже через и гнать технич а если говорю вам библия нужна я им сайт даю там большой шрифт где можно заказать да хорошо так 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 сейчас еще посмотрю ну вот пишет еще вася чернов василий чернов из бокалы мир дому вашему скажите пожалуйста почему бог бог с маленькой буквы дает испытание суровым люди суровые людям сделал меня инвалидом я ведь его не трогал храни вас господь и дальше пишет вот я являюсь инвалидов первой группы после дтп вот решил стать как вы начал верить в бога но ничего о нем не знаю не могли бы мне отправить по почте евангелие если дату от адрес напишу я ему напишу по поводу евангелие сам потому что чё ему отправлять если он сам может его купить ну вот почему он говорит испытание суровые людям за что он меня сделал инвалидом ягод его не трогал горшочник знает что сделать ручку приделать или не приделывать я горшечник а вы посуда еще на это сказать не я тебе жизнь даю бог вопрошаю вас не нужно попрошать не надо на теперь его переносить как и и получил все обратно а те кто пишут то что хотят пожить в вашей деревне что с ними делать вам отправлять их и запрещается категорически запрещается у нас только так когда серьезная пожить там где ты жить будешь кто с тобой будет смотреть за тебя ты ночью днем будешь вылазить еще будет у нас нам это не надо бывает кого мы знали познакомилась он приехал поработать тогда вопрос другой мы его накормим так и вот тогда сразу вижу дмитрий написал фотографию свою прислал из львова дмитрий дорож может вы вам пересылали я не знаю но напишу я дмитрий благословить и приехать к вам трудолюбив специальность в меру в миру электрогазосварщик проходил службу вооруженных силах в 93 доподаст господь под действие здравия духовно вы нужны мне а так уж и как сами рассудите проживаю в данный момент в городе уфа я наверное очень нуждаюсь в вашем присутствии трубы могу ли я к вам приехать трудолюбивый не дайте пропасть в этой жизни не дайте пропасть когда кто-то алкаш закончена я уже знаю одна фраза высветила и с ним ничего нельзя сделать я запишу категорически запрещено все все понятно да я ему я ему отвечаю вот вашими словами тогда такие люди ну бывает вторично переспрос еще непонятно ко мне обратитесь категорически запрещено и не думайте приезжать потому что кроме неприятностей еще у вас не будет сам никто разговаривать не будет вас выпроводят в этот же день ночевать вы уже не будете вам зачем это там степь идти некуда приедете еще дальше будет так вот тоже вопрос вот вот мы сейчас переехали тут приход у нас новый храм другой совершенно но тот приход то мы оставили здесь но новые священники и вот я думаю как мне с ними знакомиться с чего начать и вообще вот что людям что им отвечать они видят мы выходим как оглашенные вместе с женой и как лучше вообще им преподнести уже все сделали как надо выходить и там где-то стойте молитесь на крыльце не уходите только до оглашенные за дети тогда уловите звук спросят скажи я готовлюсь к крещению я должен соглашенными выходить все если спросят а это дали рассказывать что был моченый там вот это надо говорить еще не надо говорить это еще не надо если думаете ну серьезно все тогда скажите так и так скажи я поверил в то что мочение не крещение то обман крещение не было никакого повторного нету его не было ничего не было просто надо мной покощенство попу все ну допустим ребенка прорезли обрезать обрезать а он взял ложись я обрежу вам ногти но еще у меня получится при чем тут ногти то так и здесь ничего не было я готовлю все а вопрос а исповедь мы можем принимать или нет может это помогает а как тогда грехи то есть остаются не они омытые получается правильно зачем об этом думать и пришел на совета дальше бог разберется ну да ну да но игнать их ночь благодарю вас сегодня к сожалению не могу никак со временем хоть но этот по разобраться чтоб с вам позвонить и дальше продолжить послезавтра только наверно получится уже когда получится получится не унижайте себя очень спокойно очень много у меня еще сессии началась еле-еле сейчас ночами ночами это делаю монтирую в ролике пока это господь дает силы слава богу для меня большая радость участвовать в этом деле большая радость ну ладно игнать их ночь давайте вам всего хорошего